Ош – единственный город Центральной Азии, который берёт питьевую воду из открытого водоёма. А потому он напрямую зависит от капризов природы. Как только идут проливные дожди или проходят сели, город остаётся без питьевой воды. Чтобы снять эту зависимость, было начато строительство подруслового канала. Новый объект, который по праву называют «стройкой века», сегодня посетил глава правительства Тимир Сариев. Это один из самых важных вопросов. Для его решения государство получило кредит по линии АБР и Европейского банка реконструкции и развития. Помимо подруслового канала «Начата» и реконструкции очистных сооружений, оба проекта напрямую направлены на улучшение качества жизни жителей города Ош. Заботой о населении продиктованы из строительства моста, связывающего два села – Озгур и Толюйкун. В общей сложности по обе стороны реки проживает более 11 тысяч человек. Сметная стоимость проекта – 8 с лишним миллионов сомов. Мост мы строим за счет собственных средств. Он будет сдан уже в июле. Еще об одном проекте, но уже более масштабном, шла речь на объединенном складе МЧС. На его базе в скором времени планируется начать строительство Кыргызско-российского гуманитарного центра. Кыргызская сторона предоставляет инфраструктурный участок. Россия выделяет 40 миллионов долларов на строительство. Это будет единый центр быстрого реагирования для стран Центральной Азии и Афганистана. Подобный центр построен в Армении для стран Кавказа. И снова о воде. Следующим объектом посещения стало Папанское водохранилище. Оно обеспечивает поливной водой около 40 тысяч гектаров земли. Запасов воды в нынешнем сезоне на 42 миллиона кубов больше, чем в прошлом. Однако это не повод для расточительства, отметил премьер-министр. Вода становится товаром. Воду надо беречь и очень рационально надо использовать. Для этого необходимо строить новые водохозяйственные объекты. Один из таких проектов проинспектировал Тимир Сариев. Связан он с реконструкцией Аравана-Гбуринского канала. Этот канал урожает 16 тысяч гектаров земли. Теперь с учетом освоения нового массива Кингсай мы должны увеличить пропускную способность канала. На эти цели правительство выделяет 30 миллионов сомов. На втором этапе будет выделено еще 50 миллионов. Строительные работы планируется начать в октябре месяце текущего года. Особое внимание необходимо обратить на качество работ, напомнил премьер-министр. Бульбара Кенджиева, Жулайбашев, Общественный Первый канал, Ожская область.